В свое время мы были вынуждены для себя решать, вот кто будет жить, а кто не будет жить. Можно провести в больнице год, два, три. Когда по несколько детей в палате лежат, они друг с другом разговаривают, что Ванечка и соседний вчера умер, а я вот сегодня еще не умру, мне сказали, что еще дня четыре проживу. Мальчик умер к применению окончания строительства, и мы решили, что мы назовем нашу больницу именем этого ребенка, именем Дмитрия Рогачева. Добрый день. Здравствуйте. Меня Павел Евгеньевич зовут, я заведующий отделением переливания крови Национального медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Дмитрия Рогачева. Я очень рад вас приветствовать в наших стенах, я знаю, что вы сдавали у нас кровь, еще раз хочу вам за это сказать свое личное большое спасибо. Сейчас большие проблемы с донорством крови в нашей стране, поэтому каждый донор у нас на счету, и мы каждого донора всемирно приветствуем и ценим. Спасибо вам большое. Что согласились встретиться, я понимаю, что очень загружены, но сегодня хотелось бы поговорить как раз о донорстве крови, о донорстве костного мозга, и я надеюсь, что как можно больше людей узнают об этой проблеме, и нам удастся двигаться в это направление. Это будет очень здорово, давайте попробуем. Наш центр, наверное, крупнейший центр в Западной, да и Восточной Европе, занимающийся лечением детей в возрасте от 5 дней до 18 лет с самыми различными заболеваниями иммунной системы, кровотворной системы и со всеми существующими известными на сегодняшний день злокачественными заболеваниями. Центр вроде бы не очень-то и большой, у нас всего 400 детишек находятся на лечении, ну ежедневно, да, у нас не бывает пустых коек, каждый день здесь находится 400 человек, из них 200 человек лежит в клинике, 200 человек находятся в гостинице, у нас есть своя гостиница на территории, потому что мы принимаем детей со всей страны, от Калининграда до Владивостока, у нас нет исключений. Наш центр уникален многими вещами, одна из его уникальностей заключается в том, что у нас нет детей, которые лечатся за деньги, вторая его уникальность заключается в том, что наш центр, наверное, он единственный в стране и один из немногих в мире, в котором пациент может быть обследован и пролечен с использованием всех существующих и известных на сегодняшней медицине технологий. Мы в этом плане достаточно уникальны. Для того, чтобы клиника могла работать ежедневно, ежедневно, кровь должны сдавать 80 человек, каждый день, без каких-то исключений, без перерывов. Если в один день кровь сдали 79 человек, то на следующий день их должно прийти 80. И с другой стороны, 200 тоже не могут сдать, потому что есть срок хранения. Срок хранения, конечно же, да. Наша клиника, на самом деле, одна из таких глобальных потребителей крови, ну, если говорить в каких-то таких знаковых вещах, да, вот в год в этой клинике приливается 3,5 тонны крови, грузовик-молоковоз. В принципе, доноров нам не хватает, давайте так скажу, да, доноров не хватает ни в одной стране мира, доноров не хватает ни в одной клинике мира. Куда бы вы ни пришли, вам все равно скажут, что мы бы, да, у нас доноры есть, но хотелось бы побольше, хотелось бы побольше. Мы немножко находимся в преливигированном положении, да, потому что, ну, вот видите, у меня на стенах фотографии висят, да. Ну, вот я вас уверяю, да, что я выкладываю такую фотографию в интернет, да, и говорю, что Ванечка нуждается в переливании крови, и завтра у меня пойдет 200 человек сдавать кровь. Большой проблемой. Какими площадками вы пользуетесь в соцсетях? Мы пользуемся Инстаграмом, мы пользуемся Фейсбуком, да. Ваш собственный? У нас есть, у нас есть и страничка клиники, у нас есть и собственная страничка, да, честно говоря, я и своими страницами пользуюсь тоже для этого. Проблема заключается, вы абсолютно правильно сказали, проблема заключается в постоянности. Мы не можем жить только за счет каких-то разовых акций. Вот сегодня Ване нужно, завтра Пете нужно, послезавтра Коле нужно, а после-послезавтра не придет никто, потому что они уже устали. К сожалению, лечение подобных заболеваний требует, чтобы поток доноров был постоянным. Есть подсчитанный индекс, показатель, да, его подсчитали в мире довольно давно. Для того, чтобы страна могла жить, 30 человек из тысячи должны сдавать кровь. Вот, к сожалению, в нашей стране сдают 17 человек из тысячи. Трансплантация, трансплантация государством оплачиваемая стоит 4,5 миллиона рублей для того, чтобы трансплантировать одного человека. Без всяких высоких, просто, самая простая трансплантация стоит 4,5 миллиона рублей. Обходится государством? Обходится государством. В этой клинике, неважно. Пациент не платит ничего? Ни копейки. Это без... Ничего. Я представляю, какая очередь, и как вы решаете, кто будет жить, а кто нет? То есть, кто попадет сюда? Это страшная проблема. У нас была, она и сейчас остается, и это проблема, которая нам очень сильно мешает жить. В свое время мы были вынуждены для себя решать, вот кто будет жить, а кто не будет жить. Очередь для того, чтобы попасть к нам в клинику, составляет примерно 4 месяца. То есть, нужно 4 месяца ждать, чтобы освободилось место. Да, порядка 4 тысяч человек ежегодно погибают от того, что им невозможно сделать трансплантацию, и их негде лечить. Меня, кстати, удивляет. Достаточно денег и достаточное влияние, чтобы организовать рекламу на ТВ на эту тему. Но мы видим рекламу соков, не знаю, памперсов, мыла. Но почему-то я давно не вспомнил, чтобы кто-то сказал по телевизору после 9 часовых новостей, что, друзья, у нас не хватает доноров. А, проблема социальной рекламы... Ну, я не маркетолог, да, но могу немножко залезть и на эту поляну, да. Реклама – это деньги. Нужно заплатить, и она должна отбиться. А социальная реклама не отбивается. Она не отбивается. Она отбивается уровнем жизни населения, она отбивается продолжительностью жизни, она отбивается тем, что спасли жизнь ребенка. Но вот в деньгах от нее ничего не приходит. Доноры крови бывают двух типов. Бывают доноры крови, как вы, а бывают доноры крови, которые приходят зарабатывать деньги. Я приду, сдам кровь, получу в кассе деньги. Ну, дальше звучит неприятно, там, куплю бутылку, выпью ее, да, отдохну 2-3 недели. Я приду, еще раз сдам кровь. По-разному. Так вот, если мы с вами посчитаем, сколько в масштабах страны тратится на то, чтобы заплатить донорам за то, что они задают кровь, то я вас уверяю, это на порядок превысит ту сумму, которую вы назвали для того, чтобы организовать на телевидении социальную рекламу. Культура донорства, она должна прививаться длительно, да. Ну, пример, да, наш геополитический противник, маленький город, маленькая школа, да. Да, в Америке кровь сдавать можно 17 лет. Приходит класс сдавать кровь. Подходит учитель и говорит, вы знаете, у нас в классе есть трое детей, вот он, он и он, которые по медицинским показаниям не могут быть донорами. Ну, возьмите у них кровь, пожалуйста, выбросите ее потом, но сделайте так, чтобы люди себя чувствовали такими же, как это, что они тоже доноры. Так, интересная история. Это вот из моего личного наблюдения. Довольно долго. Это хорошо или плохо? Это очень почетно быть донором. Это классно. Ты помогаешь людям, твои фотографии на автобусных остановках висят, и тебе в городе машут, и в магазин тебя без очереди пускают, потому что ты донор. Это какая-то альтернативная реальность? Это нет, это нормальная жизнь в маленьком-маленьком американском городке в штате Теннесси. Не про нас. Да, да. Вот это называется культура донорства, да. Понятно, что никакой там месячной, двухмесячной рекламы на ТВ этого не запустить. Не получится, не сработает, да. Сразу вопрос. Как часто можно сдавать кровь? Кровь сдавать можно достаточно часто. Если мы говорим вот о красной крови, обычной кроводаче, то это можно делать раз в два месяца. Мужчины могут это делать пять раз в году, женщины – четыре раза в году. Если человек сдает плазму или если он сдает тромбоциты, то это можно делать достаточно часто, раз в три недели примерно. Вообще, в принципе, даже так концептуально, кровь можно сдавать двумя разными способами. Самый частый способ, тот, о котором знают все – в кровь в руку в одну толстую иголку, и кровь самотеком через трубочку течет в мешочек. Примерно 450 грамм обычно текает, плюс-минус 10 миллилитров. На этом кроводач заканчивается. На самом деле, на самом деле, все не совсем так. Существуют более продвинутые методы заготовки крови при помощи так называемых аферезных машин. Вот одна из них вот такие вот стоят здесь. Техника сложная, капризная, каждый имеет свой характер. Доноры, особенно регулярно обходящие, это знают. Знают, какие машины требуют чуть больше помощи, какие машины работают беспроблемно. Поэтому они всегда хотят сдавать вот на тех аппаратах, к которым они привыкли. У нас каждый прибор имеет имя, и доноры приходят и говорят, а что у меня ситуация, я на Вовочке сдавать буду сегодня. Что этот прибор умеет делать? Сам ли прибор придумали где-то в 60-х годах студенты? Да, прибор смешон, смешон, как обычно, до ужаса, да? Это центрифуга, это иголка, это насос, который из человека выкачивает кровь, 100 грамм примерно. Заливает его в эту центрифугу. Центрифугу вращается. Кровь разделится по весу. Самая легкая сверху, самая тяжелая внизу. Дальше у меня есть... Вниз уходят ретроциты, они самые тяжелые. Тромбоциты посерединке, плазма наверху, да? Дальше у меня есть три трубочки, которые вот так вот находятся. И три насоса. В зависимости от того, что я хочу сегодня у донора собрать, я включу нужный мне насос, и нужный слой будет собираться. Хочу тромбоциты соберу, хочу плазму соберу, хочу ретроциты соберу, хочу тромбоциты и плазму, хочу плазму и ретроциты. Что нужно, то и сделаю, да? Расскажите очень, как бы, интересную, но трагическую историю. Почему клиника называется именно так, и почему она такая разноцветная? История нашей клиники очень приятная. Она очень приятная, я не считаю ее трагической. Она очень классная, очень приятная. Наш центр, он существует довольно давно, 30 лет в этом году будет. У нас никогда не было собственного помещения. Мы всегда работали на базах разных больниц, московских. Ну, вот одна из наших основных баз была через дорогу, российская детсклиническая больница. Я туда еще студентом пришел работать, медсеструю, я там работаю. В конце 90-х, когда в нашей стране стало появляться активно достаточно благотворительное движение, появилось довольно много различных благотворительных фондов, волонтеров, которые изъявили желание работать с нашими детьми. Ну, все-таки дети болеют нехорошими болезнями, дети болеют очень долго. Эти дети, в отличие от взрослых, по-настоящему, многие взрослые этого не знают, по-настоящему знают, что такое больно, что такое умереть. Потому что, ну, вот я, например, еще помню разговоры в палатах, когда по несколько детей в палате лежат, они друг с другом разговаривают, что вот Аванчик и соседний вчера умер, а я вот сегодня еще не умру, мне сказали, что еще дня четыре проживу. Мне кто-то говорил, что дети не сообщают, что у них смертельный. О, о, я вас умоляю. Ставьте себя, они же все играют вместе. Если кто-то, взрослый не сообщает им, то сверстники, они расскажут. Конечно, да, это все известно. Вот, ну, обычная советская больница, российская советская больница, да, и как-то под Новый год волонтеры, ну, такой проект придумали крутой, да, сейчас он масштабирован, а тогда это было новинку, как бы дети напишут свои пожелания, волонтеры, ну, их вытянут и выполнят. И вот один мальчик очень хитрое желание написал, да, он написал, что он хочет попить чаю с президентом. Вот, ну, все посмеялись, но, тем не менее, ну, почему нет, волонтеры послали письмо в Кремль, ну, в администрацию обычным путем, да, ушло письмо, месяца два прошло, мы уже забыли, честно говоря, про это все. Пришел ответ из администрации, что, как бы, письмо рассмотрено, да, с удовольствием президент вот через пару-тройку месяцев готов принять пациента у себя там на каком-то мероприятии, елку длить, ну, что-то, что-то. Вот, но, к сожалению, мальчик к тому времени уже, ну, он был терминальный, он погибал, и мы ответили, что, ну, большое спасибо, но, к сожалению, уже это не получится, ну, по независимым ни от кого, в том числе от президента, обстоятельств. Вот, и после чего позвонила пресс-служба, вернее, протокол президента позвонил, сказал, что, знаете, ну, ситуация, конечно, действительно драматическая. Президент приедет сам, но это будет частный визит, без прессы, без, ну, просто вот частный визит будет. И действительно, по-моему, зимой это было, я уже сейчас дежурил, как раз. Вот, приехал Путин, они посидели с мальчиком, попили чай, блинов поедали. Это Маслиец как раз была. Президент спросил, ну, подарите-то, что хочется. И мальчик предложил президенту очень интересный подарок. Он сказал, что, видите, вот, плохо нам здесь, подарите нам новую больницу. Вот, поэтому президент принял решение, и эта больница была построена, и ее построили достаточно быстро. Мальчик умер к окончанию, к времени окончания строительства, и мы решили, что мы назовем нашу больницу именем этого ребенка, именем Дмитрия Иргачева. Вообще, мне очень понравился дизайн. Вот эти вот фишки донора, вот эти вот браслетики для доноров. Кто это придумывает? Это не традиционно для клиники. Это вы маркетолог фактически? Да, есть проблемы, есть проблемы, да. Для того, чтобы донор пришел сдавать кровь, ему должно быть, а, комфортно, б, безопасно, в, быстро. Да, поэтому мы максимально постарались сделать так, чтобы человек, приходя сюда, здесь провел как можно меньше времени, чтобы ему здесь не показалось страшно больничное, и вот поэтому здесь разноцветненько и красиво. Да, для того, чтобы он получил хоть какие-то бонусы от нас в виде браслетиков, бесплатного Wi-Fi или еще чего-нибудь. Основной идеей строительства этого центра было сделать так, чтобы он вот вообще не был похож на больницу. Вот вообще не больница ни в каком виде. Детский рак – болезнь страшная. Во-первых, это рак, во-вторых, это детский. Это долго, это больно, это можно умереть. Долго – это по-настоящему долго. Можно провести в больнице год, два, три и не выйти из нее. Поэтому мы очень хотели сделать так, чтобы вот здесь не было вот этой больничной атмосферы, здесь нет больничного запаха, здесь нет больничных блеклых цветов. И у нас костюм был при приеме на работу. У нас одним из требований, когда мы набирали сотрудников на работу, это то, что человек должен всегда улыбаться. Вне зависимости ни от чего. Вот у тебя дома пожар, разорился твой банк и так далее. Но ты вошел на работу, ты подошел к своему больному, и ты должен улыбаться. Это довольно интересно. Какой процент смертности? Когда я сюда пришел, у нас погибали пять пациентов из десяти. И, честно говоря, на тот момент нам казалось, что это фантастически хороший результат. Фантастика. Потому что вот еще мои учителя, предыдущее поколение врачей, знали о том, что погибнет девять из десяти. А на сегодняшний день восемь из десяти пациентов, которые попадают в КНО-клинику, выписываются и уезжают домой здоровыми. Нам результаты не очень нравятся. Это произошло за время жизни одного поколения врачей. 15 лет. Это абсолютно революционные технологии, которые были внедрены, которые появились бомбические совершенно вещи мы умеем делать. Это дорого, это сложно, но мы умеем это делать. А восемь из десяти нам кажется не очень хорошо. Мы бы хотели лучше. Я читал в литературе, что в той же Германии или Европе, не помню, шесть миллионов доноров. Вроде не такая цифра. Вы читали старую литературу, потому что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 35 миллионов добровольных доноров, которые готовы пожертвовать своей стволовой клетке для неизвестного им больного. В Германии порядка 10 миллионов человек зарегистровано на сегодняшний день. Как и в России? В России таких цифр официальных нет, хотя в России существует много регистров. Я думаю, что суммарное количество доноров в России, занесенных в регистры, порядка 200 тысяч. 150-200 тысяч. В чем проблема, чтобы использовать эти регистры? Проблемы на самом деле несколько. Есть проблема, связанная с большими цифрами. Для того, чтобы мне найти донора, вот лично мне найти донора, нужно, чтобы в регистре было зарегистрировано не меньше 40 тысяч человек. Если мы будем говорить с вами о каких-то редких национальностях, ну, нестандартных, так скажем, да, в регистре должно быть зарегистрировано гораздо больше людей, для того, чтобы можно было найти донора в этом регистре. Чем больше, тем лучше. Вторая проблема, вытекающая с первой. Для того, чтобы сделать большой регистр, регистр должен быть, наверное, национальным, а еще лучше континентальным, а еще лучше мировым. В мире создан подобный регистр, вернее, это не регистр, да, это коллаборация национальных регистров, которые друг с другом, агрегатор такой, которые друг с другом взаимодействуют. Я, в принципе, зайдя в интернет, введя пароль, могу попасть в этот регистр, могу ввести туда данные своего пациента, и примерно через 15-20 минут я получу список потенциально подходящих для него доноров. Да, занимает это очень много. Те регистры, которые созданы в нашей стране и работают, они национальные, а еще чаще они региональные. Они не в силу того, что не хотят, а в силу особенностей нашего законодательства в стране, да, не имеют возможности связи с международным регистром, поэтому мир не знает, что происходит в нашей стране, а мы не знаем, что происходит в мире. Где мы сейчас находимся? Это, так называемое, одно из наших производственных помещений. Дело в том, что после того, как донор сдал кровь, выпил чаю и ушел домой, к сожалению или к счастью, его кровью пока еще пользоваться нельзя. Это еще полуфабрикат, не готовый для использования, и она подвергается довольно большому ряду дополнительных процедур. Кровь необходимо отфильтровать, удалить из нее сгустки, удалить из нее распавшиеся клетки, все то, что могло произойти в процессе сдачи крови. После этого кровь должна быть разделена на части. Это одно из таких революционных вещей, которые произошли в области медицины, называемой переливания крови, когда вдруг выяснили, что из одной порции цельной крови, которую сдал человек, можно выделить три основные части и использовать ее для лечения трех разных людей. Из порции крови мы можем выделить красную часть, ретроциты, отвечающую за перенос кислорода. Мы можем выделить, условно говоря, белую часть, тромбоциты, отвечающие за свертывание крови, за то, чтобы крови не останавливались. И мы можем выделить плазму, это источник, переносчик белков, лекарственных веществ, которые просто циркулируют в теле. Кровь центрифугируется в центрифуге. Суть второго, она еще холодная. Там довольно строгий температурный режим. Кровь центрифугируется при температуре от 2 до 4 градусов, ни выше, ни ниже. Крутится она в центрифуге довольно быстро, в течение 20 минут. Это для пакетов, которые 450 миллилитров? Да, совершенно правильно. Сюда, по-моему, в каждый стакан помещается два пакета. После чего кровь помещается в автоматический экстрактор. Это прибор, снабженный фотодатчиками, который по заданной ему программе и по моему желанию, по моему желанию, разделяет кровь на компоненты, добавляя к каждому из компонентов свое подобранное консервирующее вещество. Вот так тромбоциты человеческие выглядят, которые сегодня задавали, 21 числа. На них еще результатов анализов нет, поэтому они пока еще нет. Я был уверен, что тромбоциты красные. А у нас эритроциты красные. Тромбоциты такие желтые. Плазма прозрачная? Плазма, ну а скажем так, это скорее больше прозрачная. Вот эритроциты как выглядят, да? Фамилию какую-нибудь вашу сотруднику знаете? Привалов. Привалов, руководитель отдела клининга в Москве. Можно ему привет? Георгий Привалов, передаем тебе привет и твоя кровь. Спасибо тебе, что стал донором. Дальше мы должны убедиться в том, что эта кровь полноценная, поэтому кровь переносится в другое помещение, так, чтобы у нас не произошло путаницы, где лежат какие компоненты крови, да? И дальше мы ждем результатов обследования. Помните, мы начинали с нами с того, что донор пришел, мы пальчик кололи, взяли результаты анализа. Второй раз у донора результаты анализа берутся в тот момент, когда вы сдаете кровь. Если вы помните, у вас брали, набирали пробирчики такие, да? А в третий раз, а в третий раз результаты берутся уже непосредственно из самих пакетиков. И каждый раз мы делаем три набора одинаковых исследований, тремя разными методами, на трех разных приборах. И только когда на все три исследования будут абсолютно одинаковыми и абсолютно нормальными, только после этого компоненты крови могут быть использованы для выдачи пациента. А скажите тогда про подготовку донора. Какие правила перед сдачей крови? Донор должен быть здоров, донор должен быть позитивен, и очень важно, донор должен быть сыт. Потому что если прийти сдать кровь натощак, то ты, скорее всего, упаешь в обморок. Я почему-то был уверен, и большинство людей думают, что приходить нужно натощак. Это очень неправильно, да, потому что для сдачи анализов вам действительно нужно сдавать анализ натощак. Но когда вы сдаете пол-литра крови натощак, тем более, если вы это делаете первый раз в своей жизни, да еще вы боитесь и нервничаете, у вас стресс, чаще всего, чаще всего это закончится падением в обморок. Поэтому мы всегда просим доноров, и часто ходящих, и первичных, не забудьте, пожалуйста, покушать. Для того, чтобы обмануть приборы, и чтобы ваши анализы стали неправильными, нужно съесть весьма специфичную пищу. Например, если вы накушаете жареные картошки с салом с утра, то, скорее всего, ваши анализы покажут, что вы донора быть не можете. А вот если вы съедите тарелку манной каши или большую тарелку гречки с молоком, у вас все будет замечательно. Похож на бангалат. Попробуйте поднять. Человек крепкий. Ну, с любой стороны. Ну, хотя бы сдвинуть. Давайте. Две тонны. А в нем всего 30 граммов радиоактивного цезия внутри находится. Это двухтонная свинцовая болванка, а внутри 30 граммов радиоактивного вещества. Что этот прибор делает? Если эту кровь переливать вам или мне, у нас с вами нормальная иммунная система, военная называется система свой-чужой, да? У нас сама меня есть. Я найду все чужое и тут же уничтожу. Проблем нет. Но во время лечения злокачественных заболеваний система свой-чужой убивается. И переливание донорской крови, к сожалению, может привести к очень тяжелым осложнениям. Для того, чтобы быть уверен, что наш кровь безопасный, каждый пакет донорской крови, который сдан, проходит через этот прибор, он облучается, и мы абсолютно уверены, что в нем нет никаких клеток, способных размножаться, дать осложнение, ничего. Очень многие люди думают, что трансплантация костного мозга, это там засверлиться, грубо говоря, в спину, и это очень больно. Но я почитал в интернете, что есть способы безболезненные, фактически. Давайте узнаем, какие есть варианты. Столовые клетки содержатся, они не просто называются столовые клетки костного мозга, они содержатся в костном мозге, то есть в костях. Для того, чтобы их собрать, не нужно воткнуть в кость иголку. Эта иголка не очень страшная, не очень большая, такая вот игла примерно. Воткнуть спину ее? Воткнуть ее. Это неприятно, но для этого существует специальный метод обезболивания. Врачи никогда, правда, не скажут. Если я вот ною сейчас себе, конечно, или вам, это будет достаточно больно, но если человека для этого подготовить, ну, во-первых, можно дать наркоз, и человек будет спать и вообще этого не заметит. Во-вторых, можно обезболить местную, так же, как при травмах спортивных, заделаться. Это неприятная процедура. Способ самый старый, самый, наверное, мало трудоемкий, но не всегда эффективный. Дело все в том, что подобным способом я могу получить очень небольшое количество стволовых клеток, которых не всегда хватит для проведения трансплантации. Тогда были придуманы другие способы. Стволовые клетки, оказывается, достаточно легко заставить выпрыгнуть из костей и поциркулировать в крови. Для этого существуют специальные препараты, так называемые стимуляторы. Несколько дней подряд человек получает подкожные инъекции, без болезни совершенно, после чего огромное количество стволовых клеток выходит в кровь, обогащает кровь. Как только перестаем делать уколы, эти клетки стволовые возвращаются обратно. И, в принципе, это безопасная процедура, известная в течение уже многих десятилетий. Мы делаем анализы ежедневные, смотрим, сколько стволов клеток плавает в крови. И когда мы понимаем, что их достаточно много, человек может быть подключен к специальному аппарату. Процедура ничем не отличается от сдачи плазмы или сдачи тромбоцитов из тех, что я показывал вам сегодня. Чуть подольше. Она просто занимает дольше. 4-5 часов примерно займет, да. И я соберу достаточное количество стволов клеток, для того, чтобы провести трансплантацию слону. Наш самый маленький донор весил 6,5 килограммов. Донор стволовых клеток. 6,5 килограммов? Донор. Донор. Для своего брата, родного, старшего. Сколько лет ребенку 6,5 килограммов? Месяцем 9. 9 месяцев. Ему ту же процедуру делали и так же прогоняли и набрали сколько там, 100 миллилитров? Набрали меньше, миллилитров 30, мы постарались собрать уже 100 миллилитров. Такого ребенка много, да, этого количества хватило для того, чтобы провести трансплантацию почти 40-килограммов. Как долго и как сложно восстанавливается костный мозг? Если мы с вами говорим про классическую сдачу, про классическую сдачу стволовых клеток из костного мозга, то восстановление достаточно длительное, порядка двух недель, потому что, ну, подобная процедура похожа на небольшую травму, небольшую травму, которая, как бы, не требует гипса, но человек испытывает болевые ощущения в том месте, где его оперировали, где-то в течение 10, наверное. только ломоты в костного мозга, что нет? Нет, ничего нет. Если мы с вами говорим про сдачу стволовых клеток из крови, то периода восстановления как такового нет. Человек на следующий, на следующий день может идти на работу. Как после сдачи крови, я ничего не чувствую? Ничего не чувствую. Криобанк это не просто место, это то место, где мы храним много разных вещей, и в первую очередь мы храним стволовые клетки, предназначенные для проведения трансплантации. Наш центр знаменит еще тем, что мы являемся одним из самых больших трансплантационных центров в мире. Мы очень гордимся тем, что мы ежегодно трансплантируем около 300 пациентов. В масштабах одной клиники это гигантская цифра. Ну, чтобы вам было просто понятно сравнение, самая большая клиника в мире, вообще физически самая большая клиника в мире, которая находится в Техасе, в городе Остин, М.Д. Андерсон находится, в ней выполняется в год 150 трансплантаций. Это самая большая в мире. У вас в два раза больше. Самая знаменитая, самая известная и самая-самая богатая и передовая клиника нашего профиля, посвященная детской онкологии, Госпиталь Святого Иуды, который расположен в Мемфисе, вот самая, вот number one то, что называется, супер, в год выполняет порядка ста трансплантаций. Трансплантация это что? Мы делаем 300. Трансплантация это очень, очень, очень просто. Человек заболел раком. Давным-давно известно, что чем больше химиотерапии я человеку дам, тем больше у него шансов от рака выздороветь. Но в процессе исследований врачи поняли, что выше некоторого порога подняться нельзя, потому что я дал один грамм хорошо, дал два грамма еще лучше, дал три грамма. К сожалению, от рака человек выздоровеет, но он помрет от осложнений, связанных с химиотерапией. И в первую очередь это осложнение будет связано с тем, что вместе с опухолью погибнут здоровые клетки. Первыми гибнут клетки кроветворения, костного мозга. Они самые чувствительные как химию, так и радиотерапии. Что делать? Тогда в конце 60-х годов придумали довольно элегантную вещь. Я возьму пациента, заберу у него немножко костного мозга, соберу, буду его хранить, дам ему не три грамма химиотерапии, а десять граммов. А на следующий день после того, как химиотерапия закончится, я верну ему его костный мозг обратно. Как хранить эти стволовые клетки? Тут холодно, вот без обмана, 190 минус. Так, это аппарат, который хранит стволовые клетки? Да. Мы сейчас увидим, как они выглядят. Если хотите. Да. Вот в таких вот боксах, в таких вот пакетиках небольших. А где сам пакетик? А вот он внутри. Руками лучше не трогать, пальцы отвалятся. Сейчас попробуем руками, да? И сейчас мы достанем что-нибудь вам. Там правда холодно. Да. Вот сам пакет внутри находится, если разорву, сейчас еще чуть-чуть. Сколько там миллилитров? Здесь порядка 40-40, от 40 до 80 миллилитров. Есть специальные технологии, которые позволяют клетке очень хорошо концентрировать. В принципе, я могу хранить даже в таком вот виде в пробирках. Это в пробирках? Да. А какого цвета? Они чуть светло-розовы. Мы сейчас сами на них посмотрим в замороженном виде. Была придумана технология, мы подмороженое летом замораживаем, очень удобно положить. Главное, стенок не трогать, да? Тут минус 190, вроде так холодно, но у вас азот мгновенно испаряется вокруг руки и, в принципе, ожога нет. А вот если вы до железки дотронетесь, воздушная подушка сразу же исчезнет и пальцы у вас просто намертво, к сожалению, до кости примерзнет к железяке. Я был сейчас на грани. Пошли посмотрим, как выглядят споловые клетки. Здесь споловые клетки для трансплантации. 100 миллилитров где-то. Примерно 100 миллилитров это хватит для того, чтобы выполнить трансплантацию мне или вам, даже вам. Эти 100 миллилитров могут спасти жизнь человеку? Одна доза или несколько раз? Очень круто. Вот в этом пакете в этом пакете примерно так на вскидку скажу. Наверное, порядка 45-50 миллиардов клеток. Миллиардов. Из них процентов 99,5 мусора, а остальное это те самые столовые клетки, которые нам нужны. Их совсем надо мало, чтобы они себя создали. Для того, чтобы себя создали, достаточно перелить примерно 1 миллион столовых клеток на каждый килограмм веса человека. То есть в... Во мне 70 килограммов, значит, мне нужно 70 миллионов клеток. 70 миллионов клеток. Вот лично для меня нужно. Здесь, еще раз говорю, 40 миллиардов содержится. хорошо, когда ты в Москве живешь, в такси доехал, а вот если ты в Владивостоке живешь, а клиника такая единственная, и она в Москве. Но родители могут снять квартиру. Мне кажется, родители могут себе это позволить. Поэтому мы сейчас с вами находимся в гостинице для родителей, в пансионате. Это пансионат бесплатный. Ну, вернее, как бесплатный. Тысячу рублей в месяц родители платят за пребывание. Здесь 14 этажей. Здесь 14 этажей. Здесь 150 номеров, соответственно, для 150 пациентов, которые могут здесь находиться. На каждом этаже дежурит медсестра круглосуточно. Плюс здесь же в корпусе есть круглосуточно действующее отделение. Если вдруг ты заболел, то просто спускаешься на лифте вниз или к себе доктора зовешь, он к тебе придет и тебя полечит. Это пансионат. Это пансионат для детей. Здесь каждый второй этаж сделаны игровые комнаты. Эти игровые комнаты содержат спонсоры. Мы за это не платим сами, для нас дороговато. Здесь работают волонтеры, которые сюда приходят, занимаются с детьми какие-то кружки, с ними ведут. Музыка играет, еще что-то. Соответственно, нужно прийти, поиграть, развлечься. Она работает, ну, по сути, круглосуточно, с каким-то перерывами, а просто какие-то активити они здесь устраивают для них. И из-за того, что дети проводят здесь месяцы, а то и годы, здесь существует даже своя школа. И она считается одной из лучших в Москве. У нас школа очень необычная. Мы подразделение госпитальных педагогов школы номер 109. Это здесь недалеко школа Ямбурга Евгения Александровича. В 2014 году он и Румянцев, они решили создать школу внутри больницы. Здесь полноценное образование можно? Абсолютно верно. Ну, то есть у нас уроки чуть меньше иногда по длине, в зависимости от самочувствования. Все бережно подходит в зависимости от потребностей отдельно взятого ребенка. Но в целом, видите, среда у нас такая, что если, как говорится, глаза завязать, вот надо было на входе вам это закрыть, вы говорите, вы сказали, что это школа, ну, похоже на школу. В этой клинике вообще? Да, вот на скале, а вы в больнице? Все не похоже на больницу? Абсолютно верно. Что было раньше, когда не было школы? Дети не учились пять месяцев, год, два? Да, они могли не учиться несколько лет, у них возникали большие пробелы в знаниях и, в принципе, такое глубокое залипание. Если уж совсем процитировать впечатление от наших педагогов, которые еще в советское время приходили в такие учреждения, ну, вот у нас что, ребенок лежит на кровати глубоко, закинул глаза, ничего не происходит, играли там шнурами от капельниц и ничего. Ну, не было тогда ни волонтеров, не было учителей, да, соответственно, это очень грустная картина. То есть для того, чтобы разнообразить досуг, требуется очень яркая, очень мощная среда. Ну, для того, чтобы детей выхватывать с этих больничных ковек, чтобы они прекращали думать о том, что они там находятся в ситуации тяжелого, лечения, то, что им предстоят, ну, большие испытания, какие-то потери, они не видят там своих друзей, родственников, одноклассников, да, любимых домашних питомцев, ну, на ходу и конец. Да, для того, чтобы их выдергивать, для этого нужна полноценная яркая среда. И она должна создаваться новым, основным, конечно, вокруг школы, потому что это основное поле деятельности для, ну, детей от 7 до 17 лет. Они там дружат, они там влюбляются, они там учатся, они приобретают новые знания, профессии и так далее. У нас здесь есть несколько учебных классов и, как видите, тоже несколько учебных зон. Но сегодня уроки уже закончились, нужно увидеть несколько ребят, которые тут занимаются кто чем, кто по каким делам. Среда у нас очень насыщенная. Наш спонсор основной по комплектованию всех площадок это компания Samsung. Она... Корейская. Да, корейская. Компания Samsung. Да, у них благотворительная программа, которая позволяла нам не только здесь, но по всем московским площадкам, региональным, Петербург, в том Уфае и так далее, комплектовать все эти площадки. У нас было высшее руководство тоже Samsung. Они были очень удивлены, что их деньги идут в хорошее дело и да. То есть это помогает нам работать. Это же у вас здесь радио свое? Полноценная радиостудия. Мы записываем и сказки, и эфиры, подкасты разнообразные. У нас есть возможность издавать там журналы, наборы про робототехники. То есть у нас есть большой, как говорится, фонд разнообразной внеурочной деятельности, доп. образования, от шахмат, да, до там арт-педагогики. Скажи, пожалуйста, конечно, вопрос такой не очень, может быть, корректный. Часто случается, когда ребенок ходил, ходил в школу, и потом вдруг не пришел, его просто не стало. Ну, такое бывает. Но, опять же, эта клиника высокотехнологичная, и сейчас большинство онкологических заболеваний, солидных или распределенных опухолей, не поддаются лечению. Если лет 15 назад меня спросили про лейкоз, да, это было страшно, выживал там один из десяти, да, сейчас девять из десяти. Все движется в сторону улучшения. Да, бывает. То есть я буду рад, самый счастливый момент в моей жизни станет, когда моя работа больше не нужна будет здесь. Я пойду в обычную школу с обычными детьми, и это уже все. То есть когда онкологии больше, в частности, детской не будет. До этого момента я боюсь еще далеко. Донор. Вы находите донора в России. Донор получает какие-то деньги? Ведь человеку надо из Омска прилететь, подвернуться каким-то манипуляциям. Нет, нет. Значит, это добровольное донорство. Донору оплачиваются все его расходы. То есть если ему нужно прилететь из Омска в Новосибирск, эти расходы ему должны быть возмещены. Донор обязательно страхуется, он получает страховку от если вдруг случится с ним что-то в процессе его донорской функции. Больше никаких бонусов донор не получает. Более того, донор не знает, для кого он сдает клетки. Никогда. Никогда не знает, для кого он сдает клетки. И если он захочет, если донор захочет и выразит такое желание, то через два года, через два года ему могут сообщить фамилию и адрес проживания пациента, ну или телефон, и дальше уже желание донора, если он захочет с ним связаться или нет. Это сделано по нескольким причинам. Во-первых, люди не всегда адекватные как доноры, так и больные, могут возникать юридические претензии, как связанные с процессом лечения и с его результатом. Например, можно обвинить донора, что он плохие клетки сдал, или наоборот, можно сказать, что человек, которому пересажены мои клетки, теперь мой кровный родственник, и я хочу быть его наследником. Существуют юридические тонкости, существуют юридические, но и тем не менее, тем не менее, они существуют, тем не менее, они существуют, поэтому в мире было выработано такое решение, что проходит период ожидания, два года, через два года донор узнает о своем пациенте, пациент не узнает о доноре никогда. Дальше, если донор хочет, он может ему позвонить и сказать, здравствуй, друг, я твой донор, хочешь, познакомимся. Как стать донором стволовых клеток? В нашей стране донором стволовых клеток стать, с одной стороны, легко, с другой стороны, Почему легко? Потому что любой донор крови, придя на станцию переливания крови, может сказать, что, знаете, а я хочу еще быть донором костного мозга, подписать соответствующие бумаги, сдать плюс к обычной порции крови еще дополнительно две пробирки, которые будут отправлены в соответствующие лаборатории, обследованы, исследованы, да, и донор будет занесен в базу. Вот у нас был случай, вот лично у меня был случай, да, мы нашли девочки донора в Саппоро. Вот есть такой остров Хоккайдо, это самый большой, самый нищий и самый ненаселенный остров Японии, там вообще живет, по-моему, тысяча человек на этом острове, да, и вот на этом острове Хоккайдо есть еще маленький городок Саппоро, где Олимпиада была в 68-м году, и с тех пор больше ничего не происходило. Вот донор жил в этом городе. Русской девочке подошел в японский. Вот, да, я ездил в Саппоро за этим костным мозгом, лично я летал туда, ну а как его, донор сказал, что я в Россию не поеду, не хочу. Японец сказал? Да. И нужно было его уговорить? Нет, зачем, у него в Японии собрали костный мозг, я приехал, его забрал. Еще переводится в контейнере каком-то охлажденном? Вот в таких контейнерах неродственный костный мозг переводит между клиниками вот того места, где донор его сдавал, до того места, где этот контейнер нужен. А теперь представьте себе, что с этим контейнером мне нужно бегом, потому что свои клетки живут, недолго, сделать три пересадки на поезде, две пересадки на самолете, прокатиться на паре машин. Своего багажа у меня, конечно же, нет, но я бегу очень быстро, к сожалению, у меня куча задержек, потому что мне нужно каждому полицейскому в каждом аэропорту объяснить, что этот ящик нельзя открывать, нельзя просвечивать. И поверьте, и поверьте, ну потому что там лимитовское облучение, все живое погибнет. И поэтому поверьте мне на слово, что здесь жидкость, и здесь гораздо больше, чем 100 миллилитров, но я обязательно должен взять ее в салон самолета. Сколько раз этот сундучок уже был? Ну раз 20-30 он ездил за рубеж. ездил реально. 20-30 человек после него сделали трансплантацию. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам огромное за такую открытость, за такую экскурсию. Мы получили сегодня колоссальное количество информации. Я вообще недавно узнал, что существует костный мозг, есть донорство костного мозга. и потихонечку в этом разбираюсь, понимая, что это колоссальная проблема для всего человечества и тем более для нашей страны. Спасибо вам за внимание, на самом деле, спасибо за то, что вы решили потратить на нас свое время и спасибо вам отдельно за то, что вы сдали кровь. Спасибо. Ну что, друзья, очень непростой выпуск, очень непростой разговор состоялся. Вообще очень тяжелая тема. Но я рад, что нам удалось поднять эту проблему, поговорить о ней. И теперь все мы знаем, что нужно становиться донором, донором стволовых клеток. Я обязательно в ближайшее время стану донором стволовых клеток. Давайте спасать жизни вместе.